Привет, зритель! Сложно поверить, но это свежевымытые волосы тем странным шампунем, что я тут наваяла из другого флакончика. Короче, пока у меня греется вода, чтобы я смогла помыть волосы уже отваром других орехов. Потому что к шести мне надо быть в одном месте. Я решила обозреть тебе, зритель, хавчик. Плейлист, обзор еды и бытовухи будут пополняться сегодня. Короче, я тут и в Ашане была, и в Миндалея была, сейчас он может по-другому называется, но тот внутри Ашана магазинчик. И в этом самом чуть-чуть опустила штатив. В Альберид что-то заказывала, и на Азон что-то заказывала. Обычно у меня как бы есть отдельный плейлист Азон, но я решила, что сейчас все объединить как бы. Короче, никогда не покупала кукурузное масло, рафинированное, дезидорированное каждый день один линтер, но покупала оливковое масло от Каждый День, Пашановское, и просто подсолнечное, рафинированное и вонючее. Вонючее у меня там стоит все еще живое. Короче, я даже не в курсе, покупала ли я осознанно кукурузное масло вообще. Но, наверное, когда-нибудь там при бабушке, дедушке покупала, ну, какой-нибудь там марки. Может быть, оно было с подсолнечным, может, еще что-то. У меня тупо как бы виноградное однажды закончится. Срок годности у той бутылочки до 18 февраля там немножко осталось. Там вообще 250 миллилитров изначально было. Из жидкого масла вот такого дезидорированного, рафинированного у меня в итоге ничего не будет. У меня там есть нерафинированное, вонючее подсолнечное и льняное. Ну, а еще есть кокосовое. Оно как бы плотненько от такого масла-баттера. Короче, надо какое-то жидкое, чтобы, ну, просто чтобы было. Ну, и вот я приобрела за 100... Слушайте, наверное, было чеки сохранить. Они у меня где-то лежали, но, в общем, я не помню. За 100 с чем-то. За 130 что ли оно как-то стоило. Если вы влёк его юзали, дайте знать в комменты. Типа, а, вкусно ли. А, невкусно. Вот какие-то продукты я помню, почем. Тут не только жиро-2, тут, соответственно, еще и будет бытовуха. Это я вчера с Вайберис взяла. Позавчера тоже была на Вайберис. Это у нас пюре картофельное. Р-371. Релиш. Или как-то... Да, релиш оно. Слушайте, не поверите. Это город Челябинск. Сделано оно 18 ноября прошлого года. Укладчик номер 10, живет 12 месяцев, 1000 килограмм. Партон, 1000 грамм. Короче, 1 килограмм. 3w.relish74.ru Мир вкус и аромата. 112 рублей 240 грамм. Вот такая маленькая пачечка на Вайбере стоит. Ну, там, в смысле, вот с учетом всех скидок. Без ГМО, без глутомата и усилителя вкуса. В составе только картошка и соль. Я уже его раза 2 или 3 похомячила. В чем вчера прискакала домой. Человек возжаждал со мной посмотреть аниме. Аниме мы, правда, не посмотрели, но пообщались. И я вот первым делом... Есть такие люди, с которыми комфортно без разницы, где они находятся. Комфортно в любом случае. Можно похомячить спокойненько. И быть вообще настолько естественной, что даже не загоняться, как о тебе подумают. Короче говоря, очень вкусная пюрешка. С водичкой я его первый раз хомячила. Вкусно. Такое столовское пюрешко, которое вот картошку сварили, водичкой залили, растолкали толкушкой. Посолили, хавайте. Потом я его хомячила уже с молочком козьим. А сегодня я его хомячила с козьим молочком, укропчиком и это... со сметанкой. Простоквашина. Козье молочко деревенское, а сметанка магазинная. Очень вкусная. 312 рублей за килограмм. Там оно как-то было и так не очень дешево. Ну, не очень дорого, короче. А тут я смотрю 312. Думаю, если оно там доживет еще какое-то время, эта скидка, то я его закажу, когда буду заказывать еще что-то, чтобы так сразу все вместе. Так что, если вдруг чего ищете, какое-нибудь супер вкусное пюрешко, то, знаете, на Вайтберис оно есть. И еще что, почему я его заказала? У нас, конечно, как бы есть сад, огород, да. В огороде ягоды, в саду, картошка и все остальное. Но у нас в этом году, вообще, так бы, в прошлом году вот такая у вас новая картошка. Ее в лучшем случае в мундире варить, потом очищать и жарить. А пюрешку-то из нее замучаешься, чистишь, чтобы... Точнее, как бы вареную картошку в шкурках в мундире. Ее как-то удобнее чистить, чем не вареную. Поэтому, почему бы и нет. Так что я это купил себе. Так, да, кстати, у меня в Камен так спрашивали, у меня, по-моему, эта помада была в обзоре там в пустых балочках или еще что-то, или в уходе человек у меня спрашивал. Вот ролик этот, по-моему, уход на январь. Вот эта помада от Avon, вот на мне сейчас, и тогда, наверное, была. А вообще красная у меня Camel есть какая-то, дикий красный, я его покупала, хрен знает, когда в Улыбке Радуги еще, когда общалась с Ленкой Снегиревой, или какая она там сейчас. Тут Bitten Apple, но это я не знаю, как это, вот там номера никакого нет. Тут, по-моему, только, а может, это номер. Может, это номер изготовления. Зет, ну, вот это вот, Зора, которая. Кстати, кто-нибудь здесь осмотрел фильм Зора? Нам с дедушкой нравилось. У нас телека было не оттащить, когда Зора шла по телеку. 23 февраля 2019 года оно создано. И такой матовый, бархатный флакончик. Вообще, я не знаю, как у тюбичек, как это называется, вот эта помадная штука. Вот, она уже, походу, наполовину уделанная. Очень хорошая, легко наносится. Это подарок от подписчицы Лёли, но именно если там вот искали такой вот цвет, или спрашивали, вот это она. Так, еда. Я вчера была что-то внезапно такая голодная, а у меня в пакете был чай, который я, конечно, сейчас обозрю. Вот этот, вот этот, свайберс, когда я шла, и курага. У меня есть, конечно, немного кураки страшной, сушёной, может, у неё даже строгодности прошло, но я её замачивала, вроде ничего там было. Которую я покупала в светофоре. Когда-то туда хорошие сухофрукты возили, но вот пару раз я там была, последние разы, и там не было в нашем светофоре сухофруктов. Вообще ни орехов, ни сухофруктов. Но я заметила, что если один раз что-то не бывает, то его потом уже и не будет. Печально, короче, но на Вайдберрис можно найти практически всё. Много чего. Сухофрукты, курага, в составе просто курага. 25 декабря прошлого года создано. Называется Явство из деревни, срок годности 8 месяцев. Трио Бастай. Изготовитель ананас СПБ. На город Пушкин, город Питер. Так, артикул 1017. Если вот, ну, хотите на Вайдберрис доказать, да, вот оно. Немножко так я его в зверхе взломала. Оно потому что как бы было вот в этом пакетике, но дальше ещё так просчитано, что хрен откроешь. Хорошо, спасибо, производитель, но если вы идёте совершенно голодные, внезапно хотите жрать... Есть, я хотела сказать, жрать. Вот, если внезапно хотите жрать, я его открывала пальцами. Вот так у меня ещё кусачки для ногтей в сумочке были, думаю, с ещё кусачками. Я настолько хотела есть, у меня настолько было в состоянии, в таком пофиг, что обо мне подумают. И кто что увидит, вдруг настучит. А, Люля шла по улице и хомячила курагу наглую. Её, конечно, по большей части нужно мыть. Там некоторые ягодки попадались, одну эти фруктики, без песочка, но чаще на зубах хрустел песочек. Вот. Как бы она хорошая, мягкая такая, свежая куражинка. Вкусная. Короче, по-моему, 190 рублей за 400 грамм. Вот, честно, не... Могу, конечно, сейчас глянуть в телефоне. Так, грузить пока тут. В общем, вот такая она. Ягодка из деревни. У меня ещё в закладках там черносливик лежит. Натуральная, полезная, вкусная. Курага, вкус настоящей природы. Сухофрукты. Вкус настоящей опять природы. Вот. Ягодка из деревни. Ну, есть же деревня, где растёт курага. А я сейчас найду её. Покупки. 204 рубля 400 грамм. Ну, чуть дороже, чем я думала. Ну, слушайте, нормально. Потому что вот на развес там вот у того же индуса, как мои родственники считают, что он индус, наверное, такой миленький индусик. Я у него тоже была. Вот как раз обозрю коробочки. Я у него как-то брала курагу, но она лежит как бы, ну, как вот на рынке этот общий доступ, ничем не закрыт. Она с виду такая красивая, чистая ваша вкусняшка. Но её надо мыть, она в песке нахрен. В песок в неё попадается. Вот то же самое, в принципе. Ну, тут в упаковочке как бы. Не где-то там лежит в россыпи. Может быть, она слегка дороже. Может быть, она слегка дешевле. Я не помню, я давно у него покупала курагу. Так, и что у меня тут? Счастье есть. Вот, люди, я изюм не люблю в твороге. Не люблю этот варёный холодный рис с изюмом. Эту кутью гадость несусветная. Не люблю изюм в хлебе. Я люблю изюм только сушёный. Вот, изюм ещё где-то. Изюм не сушёный я не люблю. А изюм сушёный я люблю просто так погрызть. Я не знаю, есть тут косточки или нет. Но, в принципе, виноградные косточки полезные. Там был один изюм подороже, другой изюм подешевле. Разница была в цвете. Я что-то так долго думала, читала отзывы. И в итоге это заказала. Это, ну, свайберис. 30 сентября прошлого года созданный. Дали на здоровье. Изюм Малаяр. Первый раз я его прочитала. Маляр. Изюм Малаяр. Страна происхождения Иран. 3W. Пардон, 3О точнее. Бит. Технологии. Москва. 1 килограмм. Ну, вот когда оно сделано. Опять 30 сентября. Эко. Срок годности 9 месяцев. Надо сожрать его за 9 месяцев в год. Ну, смысл, конечно, уже меньше, чем 9 месяцев прошло. Ну, мне кажется, что он нормально будет жить. То и ничего. Ну, в некоторых местах вот видно эти ножки от виноградика, от изюмчика. Ну, и в каментах писали, что и там вот в вопросах-ответах, что так как он, возможно, с пылью, то его надо промыть. В общем, я его промою, потом просушу, потом пожру. Вот. Целый килограмм сейчас тоже гляну. Почем оно? Я ссылки, меня тогда просили в каментах, чтобы я ссылки отставляла на то, что я на Вайтбрид заказываю. И кое-что еще заказала как раз на Озоне. Я оставлю ссылки в инфобоксе. Ну, и потом, может быть, сделаю еще закрепленным комментариев. Так, изюм-то где? Вообще он выглядит как бы в бумажном пакете, но там написано просто, что смотря какая поставка может быть в бумажном пакете. Вот с дипкой вот этой. А может быть вот в таком пакете. 238 рублей за килограмм. Слушайте, я считаю, что это нормально. Где вы дешевле найдете? Так, чего тут у нас еще? Семечки. Я так что-то подсела. Как-то я тут помирала совершенно. Я очень хотела халвы из семечек. Но я очень сильно помирала. У меня тупо было вот это, по-моему, перенапряжение. Ну, скажем так, перенапряжение умственное в легкой форме. Вот у кого нет мозгов, им хорошо. А у меня, к счастью или не к счастью, не знаю. Есть мозги, вот и иногда они перенапрягаются. Короче, я хотела халвы из подсолнечных семечек. Ну, и потом замутила, значит, вот это масло каждый день вонючее, которое вроде в срок годности прошло, но оно еще не прогоркло внедапно. Потом, по-моему, Наташа Иванова мне в комментах писала по поводу проголкости масла. Спасибо за информацию. Теперь я нюхать буду масло. Но это оно пока никак по-другому. Иначе не воняет, чем как было. Потом один к одному там сахар виноградный, он как пудра сахарная выглядит. И вот семечки. Ну, семечки у меня закончились. Я что-то подумала, может, на Вайтберес есть семечки. 215 рублей килограмм, вот помню вообще, натурально, полезное питание, суперфуд. Он так выглядит, но я его еще не распаковывала. Тут пакет в пакете. Семена подсолнечника очищенные, масса нет, 1 килограмм. Выращено в России, собрано или запаковано. Короче, 14 декабря оно прошлого года изготовлено и 12 месяцев живет. Своя она в Петербурге. Чуть было не сказала февраля. Да, люди, скоро-скоро, практически через месяц, 14 февраля, у Лёльки будет день рождения. Не знаете, что подарить? Лёльке очень-очень-очень надо. Куда складировать все эти видеоролики, исходники и так далее. Внешний диск на пару терабайт. Можете и чуть поменьше. Я его сейчас врежу. Ну, это чисто как бы не то, чтобы намек. Это вот если вдруг кто-то сидит такой, ой, блин, у Лёльки же когда-то день рождения. Она такая офигенная. Няшечка просто тут вкладывается в канал. Пишет эти ролики для нас и там подобное. СМР и т.д. и т.п. Даже ёлку не убирают, пока СМР еще не запишут. Надо бы ей что-то такое приятное сделать. Вот внешний жесткий диск мне надо. Так, вот оно. В таком пакетике. Короче, я снова замучу на днях себе эту халбу. Вкусно и полезно. Ну, реально, люди, смотрите, 215 рублей за килограмм чищенных семечек сушеных. Очень выгодно. Так, чаёк. Он был по скидке. Я почитала отзывы. Я решила заказать. Чайная ферма Камлёв. Мне кажется, я от Камлёва, возможно, что-то уже заказывала на Вайсберсе. Может быть, была в восторге. Может, нет, честно, не помню. Но я почитала отзывы, и я поняла, что именно то, что мне надо. Чай Ханибуш 50 грамм. Годен до апреля 23 года. Богат полезными веществами, тонизирует и отлично утоляет жажду, не содержит кофеина. Это родственник Ханибуша. Ну, в смысле Ханибуш и родственник этого Ройбуша. Это все те же самые бушмены-хомячери. Ну, тут в таком пакетике. А, да, я не знаю, какой это номер. Хотя, хрен знает, какой тут номер. Но я ссылку на него оставлю. Он по 129 рублей был. Я сначала думала два пакета заказать, а потом думаю, что мне это. Закажу, пока я его не так часто пью, не так много. Ну, как будет за ходами. Пью-пью, потом он еще 300 лет лежит, ждет меня. В апреле 2020 года он собран. Тут наклейка, конечно, очень к месту. Вальберис как озон, лишь бы куда приклеить. Хотя, вот вроде она как-то пытается собачиться. Может, даже получится и аккуратно, но не совсем отодрать. Ну, заваривать 90, 95, 6, 7 постоять. 4-5 грамма на чашку. 4-5 грамма на чашку – это фигня. Надо побольше фигачить. И вот они, по-моему, тут пишут чисто как вот, без разницы, на какой чай. Сами они его вряд ли заваривали или пили. Ну, в общем, очень хорошая штука. Он немножко отличается по вкусу, чем ройбуш, несколько другой вкус. Но приятный. Его можно пить на ночь, без кофеина. Это если у вас вдруг сонется. Но по цвету, кстати, вот по заварке, он как хороший черный чай. Вот такой заваристый. Сам вот этот цвет настоя. Но при этом вот без кофеина его можно пыть на ночь. Так, и тут у нас, значит, сейчас еще немного еды. Тут у меня ноутбук с мышкой и ковриком. Короче говоря, это у нас королевские мазафати финики сушеные. Новый дизайн упаковки финики королевские. Сушеные финики. Внешне они смахивают на свежие финики. Но по вкусу немножко другие. Как у меня тетя сказала. Говорит, одно я тоже попробую. Они слегка типа суховатые. Оба по 150. Я когда была в Ашане, зашла в Миндаль, увидела этого индуса. Я у него стабильно покупаю эти финики. Когда бывают давно что-то не покупала. Больше, чем полгода. Я наделала, что они у меня не успеют сдохнуть. То бишь, я про них не забуду. У меня просто в конце года я стала разбираться на окне. И обнаружила пару фиников, коробочек. Ну, они изначально были уже такие старенькие. Я тогда покупала. Я поняла, что если их реально там можно открыть и посмотреть. Вы не смотрите, что они наполовину сожранные. Это я постаралась. Они были полностью. Там по 600 грамм каждая упаковочка. 600 даже с чем-то. Тут, ну, короче, 16 фиников в три ряда. Умножайте, будет 48. И открываете вот крышечку, смотрите вот на них. И если они нормальные, то, соответственно, берёте. Там просто помню, какие-то мне попадались. Ну, может, плохо хранились перед тем, как приехать в Россию. Может, ещё что-то. И они у меня, соответственно, уже были немножко такие порченные. Там какой-то песочек такой был. Ну, как бы сахаринка засахаренная. Ещё какой-то белый налёт непонятный. Там как бы вкусные, но одни из них изначально лимонов отдавали. Я гуглила весь Яндекс, перегуглила, весь Гугл перегуглила. Так и не нашла, почему вот это. Может, сорт такой, может, ещё что-то. Я так поняла, что они слегка порченные были. Я пыталась из них сделать что-то удобоваримое, но мне не вышло. В итоге всё я выкинула. И тут я надеялась. Я думаю, ладно, куплю фиников. Постараюсь их съесть до того, как они умрут. Но что-то, видать, я хотела фиников. Организм только мне не намекал. Вот у меня есть очень хороший друг. Вот он, нет бы озвучить своё желание сразу. Я ж мыслей не читаю. Вот ждёт, когда я его спрошу, чтобы вот у нас как-то взаимное это желание было. Причём, я так как-то могу от балды спросить и думать, ну, стопудово откажется. А он сразу соглашается. Вот мой организм, видимо, как мой друг. Нет бы сказать, Лёля, пошли купим фиников. Намекнул бы как-то. А он мне ничего не говорит. И вот внезапно я поняла, что хотела фиников. Короче, 150 рублей в миндале. Сухие финики. И королевские же свежие финики. Финики номер один. Заряжает энергией, придает сил, повышает иммунитет. 600 грамм плюс 60. Свежие финики. 100% натуральная органика. Вот такая вот коробочка. И там было несколько ещё всяких видов коробочек. И я, в принципе, спрашиваю, там две коробочки по 200 были, а другие по 150. Я говорю, в чём разница-то только вот дизайн упаковки. Он говорит, ну да, один и тот же сорт, только что от разных производителей. Ну, я сначала одни так открыла. Вот эти открыла, потом ещё одни открыла. Они такие там немножко как бы влажненькие. Думаю, как-то что-то не то. Думаю, фиг знает, может они это тоже забродят или ещё как-то. И я открыла ещё одни. И вот как раз купила в итоге вот эти, третьи были, которые я открыла. Мазафати и вот эти, которые изначально открыла. Их я чуть поменьше поела. Обычно с вилочкой продаются финики по 200 рублей. Такие одинаковые. Ну, как бы примерно одного типа упаковки. Тоже такой же вес примерно 500-600 где-то грамм. Но с вилочкой 200 рублей. У меня в Инсте там разные всякие упаковки фиников. Я всё время покупала, фоткала, покупала, фоткала. Думая, что это разные финики раз разной упаковки. Ну, это просто разные производители, разные фирмы. Иран как бы, может не настолько большой, как Россия, но всё равно. Короче, Иран большой, в нём разные финики. Разные компании финиками занимаются. Здесь меньше я поела. Ну, это вот свежие. И вот эти финики по вкусу как финиковый сироп покупной. Я пару раз покупала от разных фирм. Один раз, когда ещё была у подписчицы в гостях, я думала, что она меня уже давно не смотрит. Пенёк она была. У неё нет какой-то был пенёк, не помню. Какой-то пенёк осиновый, хрен знает какой. В 18-м году в Раменском я у неё была. И, в общем, она меня водила во вкус Вилл. Вот там я во вкус Вилл покупала их финиковый сироп, а потом покупала уже в Ашане какой-то другой фирмы финиковый сироп. Вот они по вкусу одинаковые, хороший финиковый сироп. Но вот эти финики по вкусу как тот финиковый сироп. Вот конкретно чисто финики. Очень вкусные, хорошие. Если вы вдруг местные или так чего. Или где вы увидите вот такой коробочке. Очень хорошие финики. У нас продаются по 150 рублей. Это у нас вся еда. Сейчас будет не еда. Я тут в чёрном коте была. Купила пижамку, в которой я сейчас сижу. Я потом её обозрю отдельно. Как бы хотела отдельно потрясти, типа, покупки одежды. Плюс ещё там у меня кое-что пришло с Алиэкспресс. А потом подумала, что ну чё, как бы можно одеть, обозреть уже просто на себе. И там вот было. Мастер фреш. 19 рублей стоили клипсы в комплекте. Пакеты для запекания с жаропрочными клипсами. Вау. А вот это я только сейчас прочитала. Буна пяти. Пять штук. Универсальные термостойки удобные. 30 на 40. 230 градусов выдерживают. Можно рыбку запечь. Красненькую. Овощи запечь. Картошечку запечь. Мясика запечь. Чё только нельзя. В общем, вот такая штука. Там ещё парочка осталась. Это чёрный кот, который совсем чёрный кот. Потому что в центре как-то по-другому называются. Пирамида, что ли, не пирамида. Лабиринт, не лабиринт. Но тот чёрный кот, который рядом с Ашалом. Это в Угличестве. Вот там такие продаются. Так, я там увидела. У меня как бы есть коврики для выпечки. Пару ковриков мне, значит, с кукпе в прошлом году прилетело. Какой-то коврик я вроде сама покупала, я уж не помню. Ну, короче, есть у меня коврики для выпечки. И я такие коврики, кажется, дарила своим сёстрам в прошлом году. Ну, своим близким родственникам женского пола, не только сёстрам и подруге, на Новый год в прошлом году. И покупала раза в три или четыре дороже. 65 рублей в чёрном коте. Вот такой вот коврик. 33 на 40 сантиметров. Готовим без масла, обладает антипригарными свойствами. Легко чистится. Тефлоновый лист для выпекания. Я лав. Забота и здоровье. Вот видеорецепт на youwilllove.ru Если навести камеру и куда-то там отшлих ходить. Удобно хранить. Легко чистится. Позволяет готовить без масла. Обладает антипригарными свойствами. Стекловолотно. Теплоновое покрытие. У меня как бы они есть. Их как бы хватает. Но что-то вот мне очень подмывало. Уже вот год, наверное, как купить ещё коврик. Скопидамок хренов, да? Ну, я купила. 65 рублей. Ну, слушайте, что вот это как бы. Я там же купила шторку. У меня шторка. Я думала, что у меня была в лопате ещё одна шторка. Которую Вашан покупала. И я на Новый год хотела сменить эту шерваную шторку на новую шторку. Но не нашла. То ли я её уже тогда сменила. То ли я так заныкала, что найду хрен знает когда. Ну, вот в коте была шторка. 300 рублей. Более плотная. Я подумала, что если, ну, как бы, более плотный материал, вряд ли он... Если будет подороже шторка из более плотного материала, то он стопудово не порвётся, как Ашановская. Или там из фикс прайса, которая стоила в два раза дороже, чем в Ашане. За месяц-два. Вот. Вот такая вот шторка. Изготовитель-поставщик ООО Велина. Новгородская область. Производство в России. Велина. Северное сияние штура для ванной и комнаты. Допустимое отклонение плюс-минус 5%. Кольца внутри. 180 на 180. Так, кольца выглядят. А я их чувствую. Они выпали. А тут они прям вот просто вот в рассыпную. Ну, у меня как бы кольца-то есть, на которые вешать. В общем, вот. Не сегодня завтра, может, к вечеру я её повешу. Вот. Тут даже дырочки сделаны. Не надо будет гемориться. Так что стопудово хороший материал. Ну, долго прослужит. Вот здесь вот такая она как бы гладенькая. А здесь вот как 3D-рисунок. Ну, она как бы в оценник ушла, как с 3D-рисунком. Ну, и то, что я давно уже хочу обозреть. То, что я хотела на Новый год. У меня подружка справилась, что тебе на Новый год подарить? Я говорю, щипцы кухонные, чтобы концепты переворачивать. Или чай. Ну, в итоге мне подарили чай. Ну, и, в общем, я сейчас гляну. Я не помню. Оно должно тут где-то быть. На Вальберис, короче. Сначала они были по одной цене. Потом, смотрю, по другой. Вообще, в итоге стали по 184 набор. Набор щипцов кухонной. Гилл Хомму. 184 рубля. Вот такие штуки. Я их ещё не использовала, потому что как бы всё думала, что я их обозрю. Ну, вот я их так вот пощупала. Удобные. Плюс, как бы, я думала, что по длине они будут поменьше. Хоть там и написан размер был. Но визуально именно так, как надо. Вот большие. Котлетку перевернуть. И было написано, что они как бы термостойкие. Ну, как бы до 175 градусов удерживают. Поменьше. Можно салатик там подцепить, макарошки и хлебушек перевернуть. Взять, вот, положить. Вот. Удобные. Ну, их надо, соответственно, будет помыть перед использованием. И то, что они как бы одна в другую вставляются. Единственное, у меня сейчас нету такого гвоздика, чтобы, ну, крючочка, чтобы их можно было повесить. Надо будет придумать, куда их положить так, присобачить. Ну, вот. Такие у меня щипчики. Очень удачные. Колеса тут хоть сколько? Я когда-нибудь эти кольца соберу вместе и сделаю эту занавесочку на кухню. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, что ли? 6. Да, 13 колес. Может, там еще внутри какое кольцо где-то висит. ХЗ. Так, сейчас мы перейдем еще к двум вещам. Вскрытие. Первый раз на зоне не вскрывала. Надеюсь, именно то, что надо. Просто в сравнении с 4 килограммами в одной руке вот этот килограмм мне как-то совсем не ощущался. Я уже думала, может, это что-то вообще не то пришло. Тут у меня чернослив. Ссылку на него тоже оставлю в этом самом, в инфобоксе. Что-то он 352 рубля стоил. Килограмм чернослива. Хорошего, с хорошим составом. Ну, в смысле, один чернослив без всякой перечи. А то, знаете, так я как-то в Ашане купила чернослив. Хороший чернослив. Все написано, все ништяк. Я беру, значит, думаю, его надо помыть как бы. А у меня такая масляная вода. Какой-то странный вообще запах непонятный. Я очень долго в кипятке вымачила, в интернете посмотрела. Там написано было, чуть ли не 4 раза в один горячим кипятком надо было заливать, чтобы вот это все ушло. Причем он стоил как бы небюджетно в этом Ашане. Да, тут чернослив. Даже запах тот самый. Черносливик. Я тут в Инстаграм мне часто подкидывается какой-нибудь аниме или какая-нибудь это, ну, рецептик. Я там видела какие-то конфеты очень много раз. Всякие там. Ну, в составе, допустим, финики, чернослив и орехи. Вот последний раз мне попалось. Думаю, вот как у меня все это вместе будет. Надо будет соорудить конфеты. Я же сейчас практически не покупаю ничего вот такое как бы сладкое. Даже тут в магазин зашла, смотрю так на все эти конфеты. Вроде что-то хочется, но смотрю так. 9 из 10 с пальмовым маслом, думаю, ну нахрен. Тут даже косточки, не косточки, а оно без косточек. Вот что. Но веточки такие вот, видно, попадаются. Нормальный такой чернослив. 26-го, 12-го, 20-го созданный. Без косточек чернослив в чили. Ну, выращен он в чили был. Дата 26 декабря. Килограмм. Премиум. Валнут. Вот. Хороший чернослив. Так, и что у нас тут последнее? Последнее у нас, логоровная коровка. Кот ее периодически нюхает, но, видимо, до него еще не дошло. Что это? Взрывы своих пуканов, любители котиков, которые кормят котиков исключительно мясом всушеным. За хрен знает, какие деньги оставьте при себе. Это отдельная тема. У нас обзор жиротвы и бытовухи. Это в каком-то смысле бытовуха. Я совершенно случайно вчера на озон увидела корм кошачий по какой-то охренительной скидке. 350 рублей за 4 килограмма. Правда, в описании написано было 2,5 килограмма. Но еще было написано, что 10 пакетов по 400 грамм. Ну и люди писали, что кому пришло 2,5 килограмма, а кому 400 грамм. Думаю, ну, посмотрю, что придет мне. По весу оно слегка тяжелее, чем тот килограмм. Но я не знаю, сколько тут, 4 килограмма или нет. 2,5 килограмма на коробке написано. Короче, сейчас увидим. Корм по составу, как, ну, по свойствам, в отзывах писали, что как бы примерно то же шуртитико, только дешевле. Питка на него была, срок у него нормальный. Не знаю, с чем связано. Но сейчас мы узнаем с вами. Это ассорти. Причем на Вайтберрис этот же корм, ну, как бы на зоне этот корм 10 килограмм. 1200, что ли, стоит. То есть чем-то там. На Вайтберрис он слегка подороже. Обычно на Вайтберрис слегка подешевле. Ну, и котики жрут у всех. Сейчас узнаем, сколько тут на самом деле. 400 грамм. Кому интересно, я потом на весах взвесю. И сфотку в инстаграм скину. Или в этот, на страницу сообщества канала. Монами, мой друг. Сухой корм для взрослых кошек. Делисион. Это что у нас? Мясной ассорти. Я увидела, что мясной ассорти. Я думала, что там ассорти вот просто один пакет с рыбой. Допустим, один пакет. Еще с чем-то вот у него. Жаль, вы это не видите. Второй пакетик. В общем, какие тут бывают. Голубые, зеленые и розовые. Говядина, морской коктейль и курица. Ну и тут, типа, сколько рекомендуется давать. Как рекомендуется смешивать, чтобы переходить на новый корм. Ну, как обычно на пакетах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В чем прикол? Почему два с половиной написано килограмма? Короче, говорите, что у тебя появилась коробочка. Очень хороший состав, в отличие от всяких там дорогих кормов, которые вот у меня не все дорогие корма. Это животное есть. В некоторых там какая-то соль невменяемая. И я решила, думаю, пусть будет. Я хотела вообще купить сначала семь килограмм, не помню какой фирмы, на Вайберис видела. А потом думаю, сначала думала пятнадцать. Блин, да я не допру. Не то, чтобы даже я не допру, можно вызвать курьера, он доставит. Ну, куда я это суну? Я суну куда-нибудь. Он же у меня все это тут же сожрал, да вот такой огромный кот. Десять килограмм тоже куда сувать, непонятно. Семь, думаю, но еще можно как-то рассыпать там по коробочкам, по пакетикам, и оно будет. И в итоге, так что-то, корм-то у него еще есть, он как бы еще хватит там недели, может на неделю или на полторы. Увидела это, думаю, а чем черт не шутит? Заказать прикол ради. Ну и заказала, и вот, в общем, вот. Такие, ну, я не буду сейчас открывать, потому что есть шанс, что меня сожрут вместе с этим кормом. Он и так уже пытается со всех сторон ко мне подойти. Я как кормку обратно спалил. Асмрные такие звуки, наверное. Так что, зрители, вот такой у меня обзор еды, бытовухи, кошачьей еды сазона. Я ссылку тоже оставлю на корм. Я так поняла, что он периодически там продается. Ну, или он продается, не знаю, почему он мне раньше не попадался. Без скидки он за 669, что ли, идет, или как-то так. Ну, почти за 700. А со скидкой он 350. Я тут кота держу. Держу кота. Держу кота. Всем спасибо за просмотр. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментах и т.д. Подписывайтесь на мою телегу. Ссылка есть в инфобоксе. Подписывайтесь на инстаграм, если у вас есть аккаунт. Я там тоже иногда что-то пишу. Можете даже на твиттер подписываться. Иногда туда даже что-то пощу. Если вы хотите стать моим спонсором и получать какие-то бонусы, типа АСМР 2-3 раза в неделю. В смысле, пардон, 2-3 раза в месяц. 2-3 раза в неделю я физически не осилю. Мук Баби Гейн и эти хавчики на камеру 2-3 раза в месяц. Чтобы ваш ник был в титрах в конце ролика, как благодарственное письмо. Чтобы вы могли сделать мне какой-то запрос и не ждать очереди, хрен знает сколько времени, а получить этот ролик 2-3 раза в неделю. Можете стать моим спонсором. Там 3 есть ступеньки, скажем так, 149 рублей, 499 и ещё какая-то там. Которая, как бы, с одной стороны, вы скажете мне спасибо, Лёля, за ролик, за канал. С другой стороны, мотивируйте меня снимать для вас какие-то ролики, которые, ну, мне они как бы не холодно, не жарко, чисто под вдохновение, а вам они нравятся. Всем пока! Не забудь поставить палец кверху.